Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо и сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута, а я приглашаю вас в путешествие по обочинам. По обочинам Европы. Субтитры подогнал «Симон» Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. Это четвертый день нашего путешествия к океану. Мы с вами находимся в городе Верден, Франция. Ночевали в отеле, поскольку вчера вымокли, шел целый день дождь, но я посмотрел, несмотря на плохие метеоусловия, мы все-таки сделали вчера 300 километров. Наверное, молодцы, хотя эта погода не прошла для нас бесследно. Все подпростыли, у всех легкий насморк, у меня еще мокрый левый ботинок. Он долго мокнет, но и долго сохнет. Я сейчас иду к мотоциклу, несу уже кое-какие вещи, начинаем упаковываться, поскольку по прогнозу погоды к обеду здесь тоже обещают дождь. И да, небо затягивают тучи. Красивая такая местность, холмы, когда солнышко выглянет вообще замечательно. Но дожидаться здесь дождя не хотелось бы. произведем утренний контроль уровня масла. За этим надо следить. Ну, чуть выше половинки уровня. Можно и долить стаканчик. Грамм 150-200. Доливку я произвожу с помощью пластиковой бутылки. Ей очень удобно, можно подлезть, чтобы не разливать масло. Вот так у нас происходит погрузка вещей в мотоцикл, чтобы далеко не ходить. Мы обеспокоенные множеством комментариев по поводу криминальной обстановки во Франции забрали на ночь из мотоцикла все. Кроме спальников, палатки и рюкзака с одеждой. Сейчас все возвращаем обратно. Я считаю, расход в 150-200 миллилитров масла на 1300 километров пробега для мотоцикла 1986 года весьма неплохо. Самое главное, что уровень не растет, как мне показалось в начале путешествия. Вот это была бы проблема. А то, что он потихоньку падает, это вот прям норма. А вот мы уже и собрались, упаковались, оделись в дождевики. Несмотря на то, что дождя нет, мы ведь знаем, как только их снимаешь, дождь обязательно начнется. Идем к мотоциклу, по пути встречаем французов, они все улыбаются, говорят бонжур. И ты им в ответ такой бонжур. Интересно? Пока мы тут упаковывались, окончательно распогодилось, выглянуло солнце и так здорово пригрело, что мы начинаем уже париться. Давайте запускать мотоцикл и поедем. Сегодня маршрут я проложил до города Бордо. Это 768 километров. Не факт, что мы их проедем, но, по крайней мере, двигаться будем в этом направлении. В навигаторе стоит избегать платных дорог. Ну и посмотрим, по каким красивым местам он нас поведет. Начнем потихоньку движение. Будем прогреваться на ходу. Я бы не сказал, что отель этот полностью заселен. Свободные номера есть, но тем не менее, когда мы вчера бронировали номер, стоя здесь под начинающимся дождем, номер этот оказался последним. И такой функции, как просто зайти в отель, сказать здравствуйте, я хочу поселиться. Тут нет. И наличкой рассчитаться невозможно. Только карта. В общем, мы безнадежно отстали от современности. Надо наверстывать. Вот уже установили букинг. Так, что-то я тут заплутал. Немножко не туда поехали, но ладно. На наш неискушенный взгляд отельчик весьма неплох. Уютен. Горячая вода, теплый душ. В общем, нам понравилось. Француженки ходят. Интересно, где тут подают круассаны с утренним кофе. По техническому состоянию. Видим, помпа у нас помпует. Зарядка заряжает. Все должно быть в порядке. А вот, кажется, и мемориал Вердену. Бесчисленные кресты погибшим в битве во время Первой мировой. Правильно сделали, что не стали раздеваться. Собираться было жарко, но сейчас, когда едем, смотрю на термометр, а там плюс 15. Довольно свежо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы сейчас едем параллельно автостраде А4. Вон она. Я не знаю, сколько стоит по ней ехать, но мне сказали, очень дорогие автострады во Франции. Поэтому даже проверять не хочу, поскольку здесь интереснее, красивее и, что немаловажно, здесь не надо ехать быстро. А быстро сегодня ехать не хочется, потому как мы бёрстнем. Даже наоборот, въезжаешь в какой-нибудь городок, сбрасываешь скорость до 30, едешь и греешься. Отогрелся, проехал город, снова разогнался до своих 70-80 максимум и до следующего города. В отличие от Германии, здесь чаще стали встречаться мотоциклисты. Там вообще была редкость. Нам, конечно, объяснили, что мотоциклисты в Германии выезжают только в тёплую солнечную погоду. Но мотопутешественники, которые едут далеко и долго, обычно на погоду внимания не обращают. И их встречаешь независимо от температуры и дождей. Субтитры создавал DimaTorzok Когда въезжаем в лес, видим мокрый асфальт, который ещё не высох после ночных дождей. Хорошо всё-таки, что вчера остались в гостинице. В палатке сегодня было бы бега некомфортно, холодно, мокро. Мы бы не высохли и точно все заболели. Сделали остановку, идём в супермаркет, купить чего-нибудь к чаю. А заодно здесь заправка есть. И заправимся, заедем, чтобы потом не искать по деревням. Здесь даже супермаркеты отличаются как-то всё немного иначе. Стеллажи по-другому выглядят. Ну а продукты, собственно, как везде. Интересная получилась ситуация. Выбрали пару шоколадок, стоим на кассе. Перед нами закупается семья пенсионеров. Огромные закупы, много продуктов. Поворачиваются, видят нас с двумя шоколадками и начинают объяснять что-то на французском. Из жестов мы поняли, что давайте вперёд, становитесь перед нами. А то, что вы ради двух шоколадок будете тут полчаса терять. Ну и, собственно, да, движется всё довольно медленно. Все друг с другом разговаривают. Утро понедельника в магазинах. Это время пенсионеров. Время неспешных закупок, общения, обсуждения последних новостей. Ну а сейчас поехали заправляться. Что тут у нас по бензинам? Есть газоль. Суперэтанол 85. 95 и 98. А, газоль это дизель. 85 не рискну. Давай 95. Нам полный бак, пожалуйста. Мерси, гарсон. Залили полный бак. Заплатили 15 евро за 7 литров. 7,5. Что интересно, на заправке рядом с канистрами масла стоит вино. Дешёвое французское вино. Что это такое нам навстречу? Полиция. А, негабаритный груз везут. Везут какую-то... Даже не знаю, что это. Электронное табло над дорогой показывает плюс 19 градусов. На нашем термометре, похоже. Потихоньку теплеет, но мы этого не чувствуем. Сильный ветер выдувает всё тепло. Посмотрите внимательно направо. На это бескрайнее поле. Неожиданно, да? А теперь посмотрите, пожалуйста, налево. Конечно, в солнечную погоду такие улочки выглядят несколько приветливее, чем вчера. Но, на мой взгляд, не хватает зелени. Вот не хватает деревьев. Какие-то дорожные работы. Судя по всему, разметку рисуют. Оказывается, во Франции есть нефть. И её добывают. Прям как у нас под речицей стоит насос, качалка. Качает. Не удержался, остановился, чтобы запечатлеть это поближе. Целое поле. Несколько фоток на память и поехали дальше. Будем уже искать место для остановки, где можно было бы пообедать. Пообедать. Какими только дорогами не ведёт нас навигатор. Мы уперлись в знак кирпич. Какой-то там был ремонт на дороге. И поехали искать объезд. И вот, объезжаем. Пока самое главное впечатление от Франции, это бескрайние сельскохозяйственные просторы. Поля, поля, поля. Бураки, кукуруза, пшеница. Везде что-то растёт, что-то убирают, выращивают. И маленькие городки, где живут фермеры, обрабатывающие эти поля. Куда-то мы заехали вообще в непонятное место. Такая нетуристическая Франция. Пустынная и безлюдная. Вообще людей нет. И мы видим, что Франция 5-лая. В Китахе. Они не сломали. И мы видим, что Франция 5-лая. «Франция 5-лая. и вот мы нашли классное место отдыха где и станем на обед вид шикарный виноградники панорама такая есть столик лавочка солнышко все что надо для мода путешественника техника здесь вдоль виноградника входит вид шикарный закипела вода полчасика на обед и мы готовы ехать дальше хорошее место ну теперь главное согревшемуся и сытому не заснуть постараемся сделать отрезок побольше хотя бы километров сто сто пятьдесят иначе сегодня снова не получится норма в пятьсот какая забавная каракатица судя по всему специально для работы в виноградниках чтобы ездить по междурядью и пускать ряды винограда вот между колесами и моторным отсеком отчеток можно было через сплошную да это я тут один только как не местный жду когда же будет возможность обгона окей какое знакомое сельскохозяйственное творчество из тюков соломы правда здесь миньонов делают а у нас колобков в в в в в в У нас недавно загорелась лампа топлива. Я посчитал, получается, что мы на 10 литрах проехали около 160 километров. Это, конечно, маловато. Расход подрос. Подозреваю, что виноват в этом очень сильный встречный ветер, который мне сейчас приходится перекрикивать. И вот впереди какой-то городок раскинулся в низине. Давайте поищем там заправочную станцию. Красота какая! Остатки старого моста, старый город. Красота. 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 Субтитры делал DimaTorzok В этом городке нарваться на заправку прям по пути нам не повезло, поэтому я в навигаторе нашел ближайшую по маршруту и до нее 17 километров. Надеюсь, доедем. Лампочка загорелась не так давно, запас хода около 30, думаю, доедем. На крайний случай есть еще 5 литров в канистре. Осталось меньше 5 километров. Едем среди полей. Потеплело, солнышко пригревает. Какой старый запрошенный дом в деревушке. Судя по навигатору, мы почти-почти на месте. Да, вон справа вижу заправка авиаэкспресс. Оп-оп. Работает? Вроде да. А, она автоматическая. А, она берет наличку. Будем как-то разбираться. Заправка автоматическая, оплата только картой. В принципе, на карте деньги есть. Интересно. Сначала платим, потом заливаем. Вот оно что. Вставьте, говорит, свою карту. Картина маслом. Вставляем карту. Он говорит, введите пин-код. Вводим. Пин-код окей. И отпечатывает чек с суммой 0. Литров 0. Ничего не заправляет. Два таких чека мы уже напечатали. Ничего дальше не происходит. Тут дедушка с той стороны стоит. Непонятно, заправляется, не заправляется. Еще один дедушка на Хонде Шадов подъехал. И ничего не получается. Дядька на мотоцикле сказал, что заправка не работает. Странно. Вроде как, одновременно с нами женщина заехала, и у нее получилось заправиться. Ну, он говорит, поехали. Через 10 километров еще одна заправка есть. Езжай за мной, я тебе покажу. Жандармерия. Фыжеры полицейские. Жандармские. Ну и вот мы едем. Я не знаю, хватит ли у меня бензина еще на 10 километров. Уже вот теоретически не хватит. Но канистра с топливом в этом плане очень здорово успокаивает. Прям спокойно, как удав. Знаю, что в случае чего залился, и еще около 100 километров у меня будет на поиске заправки. В общем, не поехали мы за тем дедом. Дело в том, что 10 километров оказалось не в ту сторону. Нам не по пути. Пришлось бы потом 10 километров возвращаться обратно. Я остановился на обочине. Поискал ближайшую в попутном направлении. И до нее оказалось 6 с половиной. Разворачиваемся, едем назад. Французы, в принципе, такие дружелюбные. Улыбаются, все готовы помочь, подсказать. Но ничего не понятно из того, что они объясняют. Вот в этом городке следующая заправка. Монтешер. Главное, не заглохнуть где-нибудь в центре города. Главное, не заглохнуть где-нибудь в центре города. Здесь наличку возьмут.